Всем доброго времени суток! Сегодня обзор платья. Вот такая модель. Возможно, кому-то понравится. Кто-то захочет сделать. Хочу просто показать и рассказать, как сделать такую модель. Манекен очень маленький. Здесь 42 размера. Платье 50, поэтому оно висит не очень интересно. Но, в принципе, можно увидеть. Кокетка выполнена из сетки. Платье пошито из трикотажа. Имеются отделочные строчки. По две строчки на каждом шве. Идет по середине спинки шов. Рельефы идут. И кокетка. Рукав выполнен тоже из сеточки. С отделочкой. Из белого трикотажа. Впереди. Вот так вот вам покажу. Идет тоже сетка. Кокетка-сетка. Отделочка. Белая ткань. И идет также рельефный шов. И из рельефа выходит выточка. Понизу пришита планка белого цвета. Давайте рассмотрим эту модель. Как ее смоделировать. Пошить ее можно с любой ткани. Не из трикотажа. И сетку можно заменить каким-то кружевом. Гипюром. Ну вот. Давайте рассмотрим, как это сделать. Берем основу выкройки. На основе выкройки вносим корректировки. Делаем горловину немножко шире. Расширяем ее на 2 сантиметра. Затем на 15 сантиметров, отступив по пройме, делаем слегка закругленную, вот здесь сетка у меня идет, кокетку. Затем отступаем еще 3 сантиметра по пройме ниже и делаем рельефный шов, соединяя с выточкой. И разрезаем, продолжая донизу. Естественно, не забывайте делать прибавки, потому что все разрезы будут сшиваться. И поэтому на каждый шов необходимо дополнительно сделать прибавку. Вот и идет сетка. По спинке больше никаких корректировок не вносим. По передней части, по полочке. Выточку переносим на 4 сантиметра влево. То есть, вот окончание выточки. Отступаем 4 сантиметра и эту же выточку переносим сюда. То есть, перерисовываем ее. По пройме от плечевой точки опускаемся вниз также на 15 сантиметров и еще на 3. Там, где отпустились на 3 сантиметра, прорисовываем рельеф, который будем разрезать. От рельефа, вот точки выточки, опускаемся немножко наискось к рельефу. И будет здесь еще одна дополнительная выточка. Горловину расширяем на 2 сантиметра. И я промерила, сколько у меня на платье. Идет 7 сантиметров. Отложила и соединила с 2 сантиметрами. Выточку на грудную делать не будем. Затем, необходимо, вот эти изменения сейчас разрезаем по рельефной выточке и по этой выточке, которую мы прорисовали. Значит, вот здесь разрезаем выточку, переносим, закрываем выточку. Получилось у нас вот таким вот, ну как бы 2 выточки. Вот одна выточка и вторая. Это, естественно, мы разрежем и уйдет она в рельеф. Сначала зашивать будем выточку, которая идет на передней части, а потом будем пришивать к рельефу. И теперь уже можем прорисовать линию сетки. И вот здесь идет сеточка. Вы можете сделать не сетку, я уже говорила, можете сделать кружево. И разрежем теперь все на детали. Вот кокетка. Кокетка, когда будем пришивать, естественно, выкраивать, вернее, будем делать прибавки на шов. К полочке, к спинке, вернее, тоже необходимо сделать прибавку для того, чтобы пришить кокетку. Прибавку для рельефных шов. И обязательно сделайте прибавку к пройме по вот этой линии. Прибавьте полтора-два сантиметра для того, чтобы сошлась пройма, когда сошьете. Потому что очень всегда ткань эта уходит, почему-то ее не хватает. И по передней части, по полочке, вот получили такую кокетку. Она у нас, видите, идет просто такая, пришивается к одной части. Получили рельеф и получили цельнокроеную часть, в которой тоже прорисована выточка. И когда соединяем, получаем вот так вот платьице. Здесь тоже не забываем делать прибавку. Ну и, естественно, по всем швам. Шейте с удовольствием. Надеюсь, видео будет полезным и вы когда-то будете использовать это в своей практике. Всем пока!